МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире вышел в свет третий номер журнала Вестерн Армения. Сыны Западной Армении Вреш Манукян. Официальный прием в Лондоне в честь визита министра иностранных дел Восточной Армении. Совет Европы опубликовал план действий на 2023-2026 года для Восточной Армении. Произошедшая в Арцахе очередная форма геноцида. Луис Муренна О'Кампо. В Женеве Артак Белориан представил геноцид и блокаду Арцаха последних месяцев. Азербайджан разрушил армянскую церковь в оккупированном Гатруте. Вышел в свет третий номер журнала Вестерн Армения. В новом номере нашли место статьи, посвященные вопросу армян Западной Армении, структуре армянской идентичности в мире. В третьем номере журнала Вестерн Армения вы можете прочитать обширную статью, посвященную Этиуни. В разделе «Сыны Западной Армении» можно ознакомиться с героической жизнью Арарата Тевосяна, Храгата Карапетяна, Давида Веробяна, Арама Степаняна и Арутюна Чобаняна. Старший лейтенант Врешманукян в дни войны был командиром третьего взвода десантно-штурмового батальона «Дрампона». 5 ноября десантно-штурмовой батальон получил задание присоединиться к оборонительным боям на подступах к Шуши. Командирами взводов были Врешманукян и Арман Закарян. В ночь на 8 ноября взвод вышел из окружения, 9 ноября в 4 утра добрался до Степанакерта. «Мы воевали под открытым небом». «Связи практически не было, не было и руководства. А если нет руководства, не может быть и победы», рассказывает старший лейтенант, командир третьего взвода десантно-штурмового батальона «Дрампона» Врешманукян. Батальон участвовал в боевых действиях Талиша, Матагиса, Марта Керта, Атерка Шехер, Гатрута и Шуши. О героизме Врешманукяна можно прочитать на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Слава героям! 13 ноября в посольстве Армении в Великобритании был организован торжественный прием в честь визита главы МИД Восточной Армении, открытие нового здания посольства Восточной Армении в Соединенном Королевстве и начало стратегического диалога Восточная Армения в Великобритании. Как сообщает предслужба МИД Восточной Армении, присутствовали представители Министерства иностранных дел, сотрудничества, нации и развития Великобритании, общественные и политические деятели Соединенного Королевства. С приветственной и поздравительной речью выступили министр иностранных дел Восточной Армении Арарат Мирзуян и директор Департамента Восточной Армении и Центральной Азии Министерства иностранных дел, Содруженства наций и развития Великобритании Крис Аллен, посол Восточной Армении Великобритании Вооружан Нерсисян. Следует отметить, что Великобритания будет расширять свои связи с Восточной Арменией в сферах торговли и безопасности, устанавливая более тесное сотрудничество и диверсифицируя экономические отношения с Восточной Арменией. Это обязательство Лео Докерти взял на себя в ходе первого стратегического диалога Великобритания-Армения с министром иностранных дел Восточной Армении Араратом Мирзуяном, основываясь на обсуждениях общих интересов. Программа действий Совета Европы на 2023-2026 год для Восточной Армении – это стратегический программный документ, направленный на дальнейшее приведение законодательства, институтов и практики Восточной Армении в соответствии с европейскими стандартами в сферах прав человека, верховенства права и демократии. Данная программа действий предусматривает содействие усилиям, направленным на выполнение обязательств, взятых в Восточной Армении как государств членам Совета Европы. Приоритеты этого плана действий включают решение, резолюции, рекомендации, заключения и мнения ряда структур, в частности, Комитета министров Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, Европейской комиссии демократии через права, Фенецианская комиссия, а также решение Европейского суда по правам человека в отношении Армении. Общий бюджет этой программы действий составляет 19 млн евро. Несмотря на то, что финансирование в размере 0,9 млн евро обеспечено для полной реализации приоритетных мероприятий, установленных на 2023-2026 годы, необходимо дополнительное финансирование. Совет Европы и Армении продолжит сотрудничество в направлении улучшения существующего законодательного поля, обеспечения его эффективного применения, изближения законодательства и практики страны с европейскими стандартами, развития возможностей национальных структур с целью поощрения прав человека, укрепления верховенства права и обеспечения демократических принципов управления. Луис Морено Окампо, бывший главный прокурор Международного уголовного суда, считает, что государство сознательно игнорирует опасность геноцидов, чтобы не нести обязательства по их предотвращению. Луис Морено Окампо заявил, что принудительное перемещение армян Арцаха после военной агрессии в Баку также является формой геноцида, подчеркнув, что геноцид – это не только массовое убийство. На вопрос, какие правовые механизмы существуют для защиты прав народа Арцаха, которые могут действовать, Луис Морено Окампо ответил, что нужно бороться за уважение прав народа, поскольку народ, даже если его там нет, все равно является хозяином этой земли и имущества, поэтому нужно уважать его право. Окампо отметил, что считает первоочередной задачей освобождение заложников. В Баку насчитывается 53 заключенных. Проблема в том, что международное право не работает таким образом, что, например, если кто-то украл ваш велосипед, вы можете обратиться в полицию или обратиться в суд. Такого не существует. У нас есть международный суд. Предположительно, для государств и есть международный уголовный суд, который занимается судебным преследованием отдельных лиц. Юридический процесс освобождения этих людей непрост, но мы должны развивать этот процесс политически. Именно поэтому конференция по вопросу Арцаха в Европарламенте была важна. В Женеве бывший омбудсмен и бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян в Совете ООН по правам человека участвует в обсуждении универсального периодического обзора доклада Баку, в котором представлена проделанная и непроделанная Баку работа в сфере защиты прав человека за последние четыре года. Об этом Бегларян написал в Facebook. После этой официальной дискуссии Союз армянской помощи организовал в Совете по правам человека отдельное мероприятие под названием «Арцах на пути к восстановлению», привлечь Баку к ответственности, где я представлю блокаду Арцаха, произошедшую в последние месяцы, и геноцид. Я сообщу об этом мероприятии позже, после того, как оно состоится. Здесь я нахожусь с юристом из армянской диаспоры Геворгом Акоп Джаняном при поддержке Армянского правового центра справедливости и прав человека. У меня запланирован ряд других мероприятий и встреч в Женеве с целью представить преступление геноцидного режима Алиева, положение беженцев Арцаха и обсудить дальнейшие действия. Международная организация «Кавказ Яриташ Воч» бьет тревогу. Разрушена армянская церковь в оккупированном Гадруцком районе Арцаха, что свидетельствует о нарушении решений Международного суда ООН. Летом 2022 года «Кавказ Яриташ Воч» задокументировал почти полное разрушение села Мохренес в Гадруцком районе Арцаха. Территория, перешедшая в 2020 году под юрисдикцию Азербайджана после 44-дневной войны. Азербайджан полностью разрушил армянскую церковь 18-19 веков в Сурбсарки в селе Мохренес. Снос церкви Сурбсарки, судя по всему, не был последним словом в плане вмешательства Азербайджана. В ходе мониторинга были задокументированы доказательства последующей строительной деятельности. Организация напоминает, Баку обязан защищать армянское культурное наследие и предотвращать любые попытки стереть многовековую армянскую культурную и религиозную жизнь в Мохренесе. Напомним, что 7 декабря 2021 года Международный суд принял решение обязать Баку принять все необходимые меры для предотвращения и наказания акта вандализма и осквернения армянского культурного наследия, в том числе против церквей и других мест поклонения, памятников, достопримечательностей, кладбищ и артефактов. И в завершении новостей послушаем песню «Депи Муш Сасун». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok